Чао. Чао. Буна-сэра. Как долетел? Как дорога? Отлично все, отлично. Возвращаться на родину всегда приятно и даже не смущает, что целый день провел в самолете. Когда последний раз вообще был в России? Был летом. Но сейчас совсем по-другому. Сейчас возвращаемся совсем по-другому. Давно не было сборной, как вы знаете. Поэтому очень соскучился по ребятам, по стафу, по атмосфере, пообщаться. Много новых моментов каких-то игроков. Поэтому очень приятно вернуться и жду не дождусь сбора. Летом ты приезжал в отпуск. Из чего отпуск вообще в Москве у тебя складывается? Да. Потому что давно не был в России до этого лета. Поэтому старался все. Во-первых, заранее запланировал. И проводить больше времени с родными, с братом. Малого его навестить. Поэтому как бы все такое. В кругу семьи, больше друзей. И вот все такое, да. По поводу брата. Видел его видео со львами? Он мне рассказывал. Более того, скажу, он мне рассказывал. И он мягко скажет, что он был как бы в таком легком шоке. Мягко сказать. Поэтому там маленького звали Антон, как-то тигра какого-то большого. Как-то даже имена называл. То есть как бы такая интересная какая-то съемка получилась. Поэтому я как бы саму съемку не видел. Но он мне рассказывал все так подробно и с эмоциями. Поэтому, да. Вроде колени не дрожали, как я сейчас посмотрел. Вроде не дрожали ножки. Поэтому самое главное. Страху смотреть как бы в глаза. Сам бы зашел в клетку? К львам? В смысле? Ну вот в такой... Ты? Я давным-давно был в Таиланде. Ну, опять же, в Таиланде, как мы знаем, там чуть по-другому. Вся эта экскурсия обстоит. Но все равно был, да. Гладил. Поэтому имею представление. Но от них чувствуется эта опасность. И этот адреналин. И всегда как бы... Может быть, они твой даже страх это чувствуют. И вот есть вот это вот какое-то недопонимание между вами. Какие в целом ожидания от встречи с камерунскими львами? Нет там страха, как перед настоящими львами? Да страха? Какой страх? Страха не может быть, конечно же. Игра... Я уже заранее точно знаю, что игра будет непростая. Так как сейчас, тем более, команды... Все умеют бегать, все умеют защищаться, все умеют обороняться, все умеют атаковать. Поэтому этого достаточно, чтобы уже навязать какие-то проблемы команды. Поэтому... Ну, страха, опять же, никакого нет. Будем стараться показывать то, что требует главный тренер и хороший футбол. И заключительная часть вопросов. Чувствуешь ли себя итальянцем? Нет, конечно. Нет. Может, что-то в питании, там, не может, без пасты, может быть, что-то в действиях, там, значит, эти жесты у них пальцами. В плане какого-то этого эмоционального, может быть, ну, в плане жестикуляции какой-то, да. В плане, может быть, питания. Ну, питание даже не сказал бы, что это итальянц какой-то, это просто как бы профессиональный футболист, я его так назвал. Но, да, в каких-то таких моментах, наверное, конечно же, что-то... Так как ты находишься в окружении, в культуре итальянской, поэтому хочешь, не хочешь, тебе это как бы прилипнет все, если так можно выразиться. Поэтому, ну, в каких-то моментах, конечно, да. Ты сказал, что, там, соскучился по брату, по его ребенку, летом сам сделал предложение. Вот эту взрослую жизнь уже чувствуешь? Что вообще поменялось в твоей жизни после того, как ты сделал предложение? Ну, вот сейчас вообще в целом такой, я бы назвал это трансформационный процесс какой-то, как меня самого, как личности. И поэтому, и к тому же, да, предложение сделал, и как бы вот все вот такие вот, так назовем, моменты, где надо, где ты берешь ответственность. Не когда тебе там 23, 22, 20 лет, когда все идет как идет, все хорошо, и как бы все по течению. А здесь уже, как бы, такая жизнь начинается более, как вот правильно сказать, так, углубляешься в нее, и вообще, типа, думаешь, что ты вообще делаешь, и для чего ты это делаешь. Отбой нет, да? Тебя ждет, можно спать, пойдет. Отбой нет, привет, привет. Давай. Так, сделаем одну фотографию вместе, просто с ней. А пока не открывай. Сурица, картошка. Да, вот здесь. Где? Вот здесь. Тебя глупа. Отлично. Спасибо за субтитры. Спасибо. Спасибо. Спасибо.